Здравствуйте, мои уважаемые друзья, братья по крови, сатабоческие крови. Сейчас мы продолжим. Небольшая предыстория. Я взялся за великие имена, они были во все века, во все народы. История, доступная мне, это переписка, это важнейший момент, это живые свидетели. Поэтому не удивляйтесь, что следующая серия номер пять звучит так. Итак, история, садоводство, серия номер пять, великие предтечи, жизни и смерти. Почему? И смерти вы поймете потом, трагические истории, пытки, гулаг и все прочее. Все вместилось. Итак, сподвигла меня Светлана Тирская, кто захочет с ней общаться, вот ее электронный адрес. Здравствуйте, нашла на вашем сайте публикацию, вот она, видите, это мой сайт, соцсип, вот она публикация. И, так как мы с ней оказывается одной кровью, поэтому она написала так, может быть, вам будет это интересно. Так, и пишет дальше, вот это открывается, пишет дальше, я впервые опубликовала фото, которое нашла в левом деле. В левом деле. Полагаю, она сохранилась чудом, я раньше не видела. Судьба Лисовенко меня интересует тоже, давно. Итак, она упомянула публикацию мою, и я решил, начнем с этой публикации. Потом она добавила свое видение, свои материалы, и это очень-очень важно. Я буду читать долго, нудно. Почему читать? Потому что аудио тоже очень важную роль играет. Тем более, что многие с экрана уже читать не могут. Так уж сложилось. А тема интересная, материалы уникальные, я бы даже сказал, эксклюзивные. Эксклюзивные не потому, что они эксклюзивные, потому что для людей они эксклюзивные. Мы не должны ничего не упускать, это наше наследие. Это великие имена. Тем более, речь идет о Сибири. Можно было назвать забытые имена. Забытые, безнадежно практически, и обидно. Поехали. Итак, предисловие Железова. Уважаемый Владимир Терентьевич, Горнаула Владимир Терентьевич, это уникальнейший человек. Так. Это самородок. Это человек, чьи знания энциклопедические равны знанию наших современных и прошлых академиков. Вот бывают такие люди. Им бы сейчас, не сейчас, а раньше бы, сейчас уже возраст, не то, где просто командовать там сибирским клубом садовода, так сказать, простого города, ну как бы назвать это, провинциального города. Но, к сожалению, это такой получился потолок. Да, в то время его уже знали. Вот. Благодаря моим публикациям. Но на этом все и закончилось. Итак, предисловие Железова. Обращаюсь к Горнаулову. Владимир Терентьевич, наконец-то мой сад ожил. И я надеюсь, в первую очередь, инвесит на нем все, что вы написали. Для начала, позвольте выразить вам признательность за это бесценное письмо. Бесценное. Подборку материалов тех, кому мы должны низко поклониться и помнить всегда. Как бы мы ни кляли в современную жизнь, им было труднее творить и жить. Железо. По скриптам. Когда вы проверите свой же материал, а я не исправил ни одного слова, выставлю его на сайт в раздел «Новости сайта». И с вашего разрешения оснащу его своими фотографиями, сделанными в саду Крутовского. Горнаулов. Вот его материал. Вот и почти пролетело лето, время борьбы за урожай. Для меня оно запомнится стихийным бедствием, которое обрушилось у нас в виде такого крупного града, величины с гусиной ИСО, который напоминал артиллерийскую подготовку. В результате были повреждены порядка 9 тысяч машин, выбиты стекла на балконах домов, шифер на домах изрешетило так, что пришлось срочно уменять в аварийном порядке в многих домах. И скромсало виноград. Ягоды на грозе полило так, что они стали загнивать. И вырожай в том числе недозревший пришлось срочно убирать. Перебило молодые полносящие побеги лозы винограда. Поломало теплицы, уничтожен вырожай томатов, капусты и других овощей. Такого стихийного бедствия не свечет за свою долгую жизнь. Многие жители, кого захватил град на улице, обратились в больницы города с ушибами, с отресением мозга. Но что характерно, он прошел такой узкой полосу, совсем не характерный для дождей, которые бывают затяжными и охватывают большие территории. И длился самый короткий период, в пределах 20 минут. О причинах, способствующих возникновению града, а также о длительных засухах, поразивших в этом году некоторые регионы, у меня есть материалы. Следующее письмо. Здравствуйте, Валерий Константинович. Прочитал в вашем отчете о семинаре в городе Красноярске упоминание о саде Крутовского в М, который вы посетили. А также после ваших слов о том, что и как здорово, что именно сад нашего великого земляка, садовода Крутовского, поддерживает традиции, поневольно вспомнилась о том, что я недавно вам предлагал. Поэтому я вас поражу эту просьбу еще раз. Валерий Константинович прочитал, прислабил материал, чуток добавил. Несколько слов хотел добавить по поводу ваших характеристик, давая моей персоне. Скромнейший человек. Поверьте мне, не заслуживая данных эпитета, мне становится неловко перед памятью настоящих садоводов, которые проделывали большую, исключительно по своей трудности, полезности работы в деле обновления и преобразования природы Сибири, особенно в кратцах Караев. Только вкратце напомню часть этих имен. Внимание! Это Михаил Афанасьевич Лисовенко, братья Крутовские, Лев Платонович Семиренко, вспомните яблоки сорта Семиренко, а и Олониченко, который учился в знаменитых садах, Александра Кондратьевича Греля. Помните, мы начали с Греля эту серию? Это я добавил от себя про Греля. Помните, Мичурин в начале своей дельности увлекался тюрьмой Греля? Уточняю, я-то помню, он увлекался тюрьмой Греля, у него прививки на морозостойке по двое, согласно теории Греля, не получились, вот, разочарание было дикое, но почему-то прошли еще годы, и он все-таки занялся прививками. Но отрицание вот этого способа Греля, прививка на морозостойке по двое, нанесе огромный ущерб нашему садоводству. И сейчас многие на это ссылаются, помните, это слова выпускнистей Мирязевки в адрес Миния Железова. Вот. Витативная габаритизация, лженаука. Вот это грустно. Ну, это, в принципе, отрицая мои работы по прививкам на морозостойке по двое, они за одним пнули мертвого Мичурина, который все-таки к этому пришел. Вот. Было два Мичурина, ранний и поздний. Вот. Кто хотел, ссылался на раннего, кто хотел на позднего, получился такой раздрай. Ой, ладно, это я немножко отвлекся, увидев фамилию Греля. Читаю дальше. Да разве всех перечислишь? Вот настоящие подвижники в садоводстве. Раз уж я коснулся этой темы, то у меня есть небольшой исторический материал на тему развития садоводства в Сибири, о начинателях, подвижниках. Если проявите интерес, могу вам быть с признательностью Владимира Горнавула. Вспомнили это мое предложение? Это он продолжает. Из того материала, что я вам сейчас представлю, возможно, уже много известно. Ага, сейчас. Для сибирских, особенно, красавица садовода, возможно, что-то и остается неизвестным. Совсем недавно я получил от Фаде Янкова сборник материалов пятой межрегиональной научно-профессической конференции «Виноградовство в Западной Сибири», в которой и мне довелось принять участие. Изданную тиражом «Внимание!» 32 экземплярадио. И в нем напечатана статья «Овчинниковая ОС. Внучки Рисовенко». Из истории сибирского садоводства предшественники и наставники Лисовенко. Валерий Константинович, может, имеет смысл познакомить с ней более широкую аудиторию садоводов? Предоставим место на вашем сайте. Тем более, эта тема не чужда вам. Да, представил. Не зря потом была реакция, которой мы потом ниже... Все-таки эта тема не осталась незамеченной даже в сентябре 2001 года. Вот так вот. Итак, слово «Овчинниковой». «О своем деде, выдающимся ученым, академике восхнил, Михаэль Апанасьевич Лисовенко, в 1897 году родился, в 1967 году умер, через 70 лет. Собрал довольно большой материал, подтверждающий, что с его именем связано начало садоводства в Сибири». Да. Но это не совсем так. Уже реакция была такая же, что были у него председательники, но, может быть, но садоводство, садоводство рознь. Есть любительское садоводство, есть профессиональное. Тогда, может быть, она права. Это, конечно же, так. Но мне захотелось узнать больше и о тех уважаемых людях, которые раньше его заняли садоводством и подтолкнули его к решению оставить юриспруденцию и целиком отдаться садоводству. Начав изучать историю преобразования природы Сибири, в которой почти никто не занимался и не занимается сейчас, пришло к выводу, что здесь много белых пятен. Конечно, стоило подключиться к этому нашим сибирским современникам, которые прожили жизнь, добились выдающихся успехов. Это эволюция сибирского садоводства. Это Латинков, царство ему небесное. Это Боднер Борисович, царство ему небесное. И через несколько лет про меня будут говорить, царство ему небесное. Но все-таки поздно, но уже сейчас нельзя сказать, что которой почти никто не занимался. Да, не занимался и не занимается сейчас. Вот это уже не совсем так. Извините, это моя была реплика. Что никто не занимается сейчас. Просто еще получилось так, что наука обошла молчанием выдающихся садоводов и любителей, которые обошли на столе. Так бывает. Иногда, так как все-таки будут читать ник все, далеко не все, далеко не каждый, то те, кто все-таки будут читать, а это не так просто. Это не каждому дано и не для каждого предназначено. Я просто хочу показать свою фотогалерию, чтобы опровергнуть слова, и сейчас никто не занимается. Видите, это осталось, это терроинкогнито. Еще такие же есть результаты у покойных Латинкова Юрия Алексеевича и Боднера Бориса Иосифовича. Понимаете? Я вынужден на этом сделать акцент, потому что это еще больше укрепляет важность помнить о великих предшественниках. Между нами был страшный разрыв, между нами было еще НКВД. Вот. И мой рассказ превратится сейчас еще и в детектив. Вот. Я так хочу, чтобы все... Может, я не уложусь в 30 минутки, а я зарекся больше, чем 30 минутки делать так больше, по той причине, что по той причине, что засыпают люди, обижаются. Мы, мол, не можем подолгу смотреть современное поколение. Так, сейчас мне надо умудриться вернуться обратно, где я был. Вот здесь. Итак, еще раз видели современное достижение. Продолжаю. Начав, это внучка Лисовенко, начал изучать историю произвания Продроссии, которой почти никто не занимался и не занимается сейчас. Здесь много белых пятен. Давайте эти белые пятна смотреть. Осенью 2011 года, видите, совсем недавно, 10 лет назад, я побывал в Красноярске, где разыскал источники по своему родословию, приобрела книгу Лалетиной, яблочный спас, публикован в 1995 году в городе Нанисея. Из нее, где имя Лисовенко упоминается 10 раз, я узнал много интересного. Нелли Ефимовна, спасибо ей. Из небытия воскресил ряд полузабытых и совсем забытых имен дружно начальников Северского садоводства. Видите, какая интересная цепочка идет. Я надеюсь, что это всем интересно и все поклонятся тем именам, которые здесь упомянутся. Почему Красноярск, а не Алтайский край меня заинтересовал в первую очередь. И дед мой известен как садовод нашего края, то есть Алтайского. А потому, что родился Михаил Аплодович в селе Богатольский завод рядом с Богатолом. В Красноярске он окончил мужскую гимназию, «Вачинский имел собственный сад». Ого! Ух ты, он оказывается наш земляк-то! Ой, здорово! Вачинский имел собственный сад, где в начале XX века проводил интересную экспериментальную работу. Книга Алла Летина в определенной степени помогла мне восстановить времен свяжущую нить. лучше представить окружение Лисовенко. Познакомиться с теми людьми, которые запечатлены в нашем фотоальбоме, и о которых я слышал из уст мамы, родившейся в Вачинске в Грозном в 18-м году. Маме моей мамы, Мария... Мама моей мамы, Мария Афанасьевна Крыга. Вот. Дальше идут даты. Сводная сестра Михаила Афанасьевича. С детства я слышал по фамилию Алла Неченко, Верещагин, Никифоров, Крутовские. Теперь захотелось их расшифровать. Что это за люди? Дружники садоводства, украшавшие нашу землю садами. Как сложилась их судьба? Для меня вообще самое интересное на земле люди. А Михаила Афанасьевич, я знаю это точно, чувствовал себя счастливым человеком, так как на своем жизненном пути встречал немало чудесных, светлых людей, о которых многому научился и которые каждый по разуму помогли ему в становлении жизненного мировщущения. Моя настоящая статья призвана рассказать о некоторых людях, которые проделали большую, исключительно по своей трудности и полезности работу в деле обновления и преобразования природы Сибири. По-прежнему, чем представить Алексея Ивановича Луниченко и братьев Крутовских, необходимо сказать вообще об истории садов Сибири. Началось сибирское садоводство по-видимому, с инициативой выдающегося государственного деятеля, богатого, предприимчивого графа Петра Ивановича Шувалова. Ого! Это же времена Петра 1719-1760 Второй год, который примерно в середине XVIII века распорядился заложить на берегу могучего Несея чудесный кедровый сад. Так. Это был первый сад в Сибири, где у Шувалова на содержании были заводы, в том числе и винокурины рядом с Анисейском. Кедр же тогда был единственным нашим в Ригу неделем, кроме рябинной черемухи, дающим плоды. Вот! Вот! Весомый уклад в сибирское садоводство внесли тысячи переселенцев в Европейской России, а также ссыльные политические староверы, духоборы и другие красавиаз горы, через которые проходил путь на каторгу. И ссыльных здесь всегда было много. В местах своего поселения многие из них занимались садово-городническими делами, чем, естественно, способствовали их развитию. Именно они, оставшиеся подавляющими большинствами безымянными, убеждали себя и доказывали другим, что садоводство в Сибири с ее перебадами температур дело возможное. Знаете, я догадывался, как и в своих материалах говорил, вот едет переселенец в Солыпинском вагоне, а у него или жменька, жменька, косточек, вишни, ведь прижили же вишни, прижили, да какие вишни, да какие вырожаи, пока в Европе сто лет со стервенением, это, извините, я отклонение моих железово, сейчас бы показать вам их, вы бы ахнули, вот, вы же тут упомянули переселенцев, так вот, пока в Европе последние 159 уничтожали вишневые сады со стервенением, со злобой, то есть с любовной злобой какой-то, то есть люблю дерево, но уничтожен, но искалечиваю, вот, в это время в Сибири вишня прижилась, представляете, и степная, и штамбовая, ой, как замечательно все, но это, извините, я отвлекся, я откланяюсь переселенцам, ссыльным, староверам, духоборам, политическим, всем, так, прошу прощения, алло, Железов на проводе, прошу прощения, друзья, я никогда не отключаю телефон, благодаря ему я узнаю много нового, недавно я снял два фильма, просто включил громкую связь, и мне рассказывали удивительно интересные вещи, вот, а это все есть, давайте еще чуть-чуть, смотрите сюда, вот это вот мой канал, видите, вот он, вот, вот эти вот, часть, вот этих, вот этого вот, приморья, мыши приморья, тревога, видите, вот, а почему я говорю, потому что мне рассказывали по телефону, и по телефону я давал советы, и вот поэтому я извиняюсь за то, что я не стал отключать телефон во время нашего этого, ничего страшного, по-моему, итак, продолжим, путь на каторгу, вот так вот, самое раскрученное, как мы теперь говорим, среди сцильных прогрессивных ученых и общественных деятелей, несомненно, было имя, внимание, Льва Платоновича Семиренко, мы сейчас предпочитаем яблоки Сос Семиренко другим заморским, этот крупный ученый-садовод помолок, впоследствии, ставший известным всему миру, был сцильным десять лет, с 1878 года по 1887 год, в Красноярске вас ослали из Киева за связь с народовольцами, вот, да мы земляки, вот, здесь он вместе с юношей Ланиченко работал в садах или оранжереях, потомков золотопромышленника Кузнецова. Богатые сибирские купцы и золотопромышленники особо активно во второй половине 19 века украшали свои усадьбы садами. На работу в них они приглашали клавистрированных садоводов, получивших свои знания на Западе. Благодаря ученым-садоводам, в садах стали активнее проводиться эксперименты, в частности, братьями Крутовскими, о которых речь ниже. Сад Крутовского жив, и я там был. Внимание, читаем дальше. Итак, эксперименты проводили, уже привались деревья, расширялся ассортимент плодовых культур. При даче Кузнецова, кроме чудесного сада, были парники, грунтовые сарай, цветники, а в комнатах дачи и городского дома росли пальмы, папоротники и другая экзотика. К столу подавали собственно апельсины, ананасы, лимон, виноград, это значит зимний сад, это отапливаемый. Представляете, дровишками топили эти самые печки и получали апельсины. Ну, конечно, причуды богатых, но все-таки это тоже достижение. При этом виноград северенка выращивал в условиях закрытого грунта, закрытого. Думаю, не первое ли это производство культурного винограда в Сибири. В дневнике протерия кафедрального собора в Красноярске отца Василия Касьянова есть сведения о садах о рейджере купца Кузнецова П.И. в ноябре 1875 года Касьянов сделал такую запись. Кузнецова Авдотья говорит, что о французской газете печатается рассказ Нор Дель Шельда, что в Сибири на берегах Енисея растет виноград, что в эту минуту когда он еще пишет, перед ним лежит кисть винограда. Итак, 1875 год, запомним эту дату, более ранних упоминаний винограде в Сибири пока не встретила. В садах у просвещенных купцов в Краснояре выращивали вишни, сибирские яблони, груши, сливы, малины, смородины, крыжовник пробовали заниматься богчеводством. Я уже упоминала имя Алексея Ивановича Аланиченко 1874 год, 1946 уже ближе к нам, который вместе Семиренко был садоводом и световодом купцов Кузнецовых. В нашем семейном альбоме есть фотография Аланиченко. Он любил Михаила Алексеевича по-отсовски, переписывался с ним, когда мой дедушка покинул Красноярске и уже работал на Алтае. После смерти Аланиченко дед выписал архивы этого ученого, который хранится в Барнауле по сей день. Об этом садоводе я узнал столько теплое и хорошее и теперь вспоминаю как близкого себе человека. Так, сейчас через 3 минуты отключится запись. Я прошла 26 минута, 27, и я на этом наверное прерывусь. Впереди еще много интересного. Это я назову это 5-я серия, так, но я сделаю так, 5-1, потом будет 5-2, 5-3, может быть столько и понадобится времени. Уникально все, что вы читаете. Наверное, большинство это может быть даже неинтересно. Кто-то начнет читать, дойдет до этого и скажет все, хватит, сильно много информации. Но еще когда-то у нас появится настоящая в старших классах биология, там должна быть история садоводства раз, отдельный раздел история сибирского садоводства, то, что на грани фантастики, два. И когда-то должно читаться лекции студентам, потому что если мы не поклонимся тем, кого сейчас упомянули, еще упомянем, все остальное не имеет смысла, не на пустом месте это родилось, понимаете, вот, кого я убеждаю, вот, спасибо горноулову, который задал тон этому, спасибо внучке великого садовода, и сейчас серия 5-1, и сейчас я выключу, он все равно сейчас отключится, и вот такими сериями мы будем, кому понравилось это, тот включит серию 5-2, 5-3, которые я сейчас тоже сделаю, это мой долг перед предшественниками, вот, мой долг, понимаете, потому что я потом может когда-то скажу, господи, огромные 40-летние уссурийские груши, откуда они тут взялись, огромные урожаи старых вишен, штамповых вишен, откуда они взялись, я только использовал их как подвое, использовал их для вегетативной геморизации, которая про меня отозвались выпускники Тибиряйзи, современные, со злобой и с презрением, вот, что Железов это ложь и мошенничество, понимаете, вот, а я-то уже имел такие подвое, откуда взялись оккультуренные сибирки, а вот с тех первых садов птицы унесли в лес от этих культурных сибирки, дали мне возможность выращивать яблоки по 500 грамм, вкуснейшие, невиданное, но вот сейчас отключится, я не могу вам это показать, может быть, а, ну, в принципе, я вам фото галериев показывал, да, наверное, когда я все это закончу за несколько серий, знаете, что я придумал, я потом, кланяясь низко нашим предшественникам, буду показывать эти же сибирьки, и что на них можно вырастить, эти уссурийские груши, что на них можно вырастить, а кто сюда завез эти самые китайские яблочки, кто сюда завез китайские сливы, а? И я не знаю, вот, вот они наши предшественники, ведь тут же упоминается это все, поняли, друзья, о чем речь пойдет? Пожалуйста, досмотрите все до конца, и это когда-то послужит основанием, как бы это сказать-то, поводом и поводом, причиной, вот, и материалом для будущих настоящих, уже настоящих, не дебильных программ для старших классов школ и университетов, академиев, институтов, все, друзья, я высказал пока все, что хотел, до свидания, я с вами не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok